Товарищ министр, обычно мы наращивали войска на западном направлении, сейчас начали укреплять южное. С чем это связано и как мы это будем делать? Вообще мы за все направления всегда смотрим, операционные направления. Есть ряд вопросов, которые нас действительно очень серьезно волнуют, особенно в последнее время. Вот посмотрите, идет постоянная милитаризация европейских стран, концентрация военнослужащих возле наших государственных границ, совершенствование инфраструктуры военных объектов возле наших государственных границ. Мы уже и на юге это отмечаем, повышение интенсивности боевой подготовки у наших соседей. Ну и конечно вот изменившийся вектор, политический вектор нашей соседней Украины. И оттуда, к сожалению, звучат и обвинения, и угрозы в наш адрес. Мы на сегодняшний день, они открыто уже заявляют, что в Министерстве обороны на постоянной основе разместились и работают американские военнослужащие. Мы постоянно видим, что их воздушное пространство используется разведывательная авиация. Мы видим сейчас развернутые лагеря и порядка 6 тысяч различных категорий военнослужащих там сосредоточены. Конечно, это нас не может не беспокоить. На сегодняшний день вопрос военной безопасности стоит очень остро. Мы должны, обязаны принимать решения защиты нашей страны, Республики Беларусь. И как мы сейчас будем защищать, ну и на будущее. Это тоже для нас очень важно. Наш президент, он уделяет очень пристальное внимание и состоянию вооруженных сил, и перспективам развития наших вооруженных сил. Поэтому мы обсудили, кроме того, что была и доложена существующая система противовоздушной обороны, как мы видим, какие мы видим направления ее дальнейшего развития, в том числе и как среднесрочной и долгосрочной перспективы до 2040 года. Мы прекрасно понимаем, что соответствующее вооружение, оно очень дорогостоящее, и мы должны исходить из возможностей нашего государства. Поэтому все эти моменты были с нами повторно просчитаны, как поручил глава государства, и сегодня доложены. В том числе, вот мы находимся с вами в одном из военных городков, который мы смогли сохранить до этого времени. И этот городок ждет большое будущее, инфраструктура этого городка будет развита, восстановлена, отремонтирована. Здесь будут размещаться, и сейчас размещаются воинские части, появятся здесь и новые воинские части. Ну а в целом, можно сказать, мы никому не угрожаем. Ну и, конечно, не потерпим, чтобы нам угрожали. И президент это четко отметил. И будем руководствоваться принципом, не надо надеяться на то, что противник не придет. Надо думать, с чем мы его встретим. Не надо надеяться, что противник не нападет. Надо думать и делать все то, чтобы его нападение стало невозможно. Вот этих принципов мы и будем придерживаться. С чем встретить, ну и, конечно, не допустить его нападения. Но если это случится, конечно, мы будем давать адекватный и серьезный ответ, если кто-то все-таки задумает с нами, говорит с позицией силы.